Улучшение жилищных условий, газификация, транспортное сообщение, капитальный ремонт, трудоустройство и даже закупка молока у физических лиц. Список тем, которые были подняты в ходе прямой телефонной линии, охватывал различные сферы и области жизнедеятельности берестейцев. Но самый популярный вопрос квартирный. Звонки, объединенные данной темой, поступали со всей области. Дозвонилась и жительница города Малорита. По поводу гранатизации квартиры. Я просто хочу попросить помощи, когда решить вопрос этот. Я уже где-то в третий год, где-то не обращалась куда-то, не обращалась. Мне оценили квартиру 30 лет дому. Оценили квартиру, где сразу надо нести первый год, 21 миллион. Я работаю в больнице СГБ, у меня таких денег я не могу. Однако изменить оценочную стоимость жилья по собственному желанию нельзя. Не сможет уменьшить сумму в такой ситуации даже губернатор. Ведь закон есть закон. И если человек хочет получить квадратные метры в собственность, то необходимо найти возможность за них заплатить. Рад был звонков с просьбой, каким образом приватизировать дом или служебную квартиру. Но люди не понимают уже, что служебная квартира, которая была как служебная, выделялась ему как служебная. Она сейчас, конечно же, арендный статус поменять невозможно. Чисто по закону невозможно. Поэтому попробуем уже с выездом на место разобраться с этими людьми и объяснить им уже, листая тот или другой закон или нормативный документ. Ну а там по телефону трудно еще определиться. А там, где будет возможность какая-то помочь, если есть возможность, чтобы приватизировать эту квартиру или дом, то, конечно, будем идти людям на встречу. Пускай будет в собственности, он будет отвечать за нее, он будет ремонтировать. Мы не против этого. Немало волнуют берестейцев и вопросы благоустройства. Притом не только на личных подворьях и дворовых территориях высотных домов. Одна из просьб касалась наведения порядка на площади Ленина областного центра, что немало удивило присутствовавших на прямой линии и самого губернатора. Но глава области уверен, что если данная тема волнует жителей, то ее необходимо рассмотреть и решить. Возможно, даже совместными усилиями. Когда человек говорит, что в плохом состоянии площадь Ленина, и говорит, что там надо было безмерку, тут немножко подворушить, я предложил людям давать вместе, вы лопаты, грабли, я тоже возьму лопату, или что вы мне дадите. Вместе наведем парадок. Разговор онлайн с главой области продолжался больше запланированных полутора часов. Поступило около 30 звонков, по каждому из которых будет принято решение в максимально короткие сроки. Немалое количество просьб губернатор поручил специалистам рассмотреть до конца текущей недели. Безусловно, скорость их выполнения зависит от многих факторов, среди которых не последнее место занимает актуальность проблемы и необходимость финансирования. Однако ни одно из обращений не останется без внимания и ответа. По всем вопросам мы договорились, будут приняты определенные решения. И вот все то, что надо будет решать, например, завтра или послезавтра, те проблемы, которые не несут нагрузки финансовой большой, конечно, их будем разрешать в первую очередь. Все то, что касается спланирования наших работ, где надо определенное и большое финансирование, так как, особенно я хочу повториться, капитальные ремонты, азификация или строительство станцев безжилизивания, то, конечно же, мы будем рассматривать это уже в рамках будущего 2015 года. Уже не первая прямая телефонная линия обходится без серьезного перевеса в сторону одной из тем. Большинство просьб населения, что называется личного, локального характера, а значит, всеобщих глобальных проблем на Брещене, к счастью, нет. А те, с которыми обращаются граждане, решаемы и будут решены, если, конечно, не идут в разрез с действующим законодательством. Председатель облсполкома намерен снизить количество жалоб жителей области до минимума, а число обращений, нерешенных на региональном уровне, свести к нулю. И пока тенденция к уменьшению довольно заметная.